Его не было дома неделю. Когда он услышал обо всем этом, он говорит мне, мама, я приеду, заберу вас. Я говорю, сынок, побудь в Киеве. Потому что идут уличные бои. Я уже видела тут технику их, этих нелюдей. Он сказал, что он к ним приедет. Я слышу, стреляю. Я же уверена, что его нет. Закончили стрелять, а я его набираю, 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 набираю. Кто-то берет телефон, включился. Я кричу, сыночек, сыночек, а мне говорит сосед. Напротив них машину расстреляли. Говорит, нет, сыночка нет. Я выскочила, побежала и увидела этот ужас. Максик сидел в машине, ему попал снайпик в середину лба. Настенька успела выскочить, она сзади сидела за Максом и успела выскочить за машину. Но ей перебили ноги. Обмывал отец, одевал отец. Помогали вот соседи, те, напротив которых убили Саша и его сын Леша. Двое. Маленьких, худеньких копали манилу на три человека. Хочу вот что сказать. Я, конечно, сейчас в страшном горе, в диком горе. Это невозможно. Я приду немножко в себя, где угодно, что угодно. Я готова писать, говорить, выступать, потому что не как-то. Я вообще-то из Донецка, я дончанка. И я в 14-м году вынуждена была уехать, чтобы сохранить жизнь Сергея. Ему было тогда 14 лет. Я приехала и он тут поедет. Ну как это так? Ну как это так? Ну как это так? Мы разъяснули, и наши суседки, я знакомый, який занимается этим исправлением. Мы подали фотографии. Даня. Пока что. Пока что мы не хотим, чтобы он был в цих списках. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Схоже, что в російському керівництві справді злякались того, что гнів світу через побачене в Бучі, повториція, и через побачене в інших містах. Звідки ми неодмінно вибьем окупантів? У нас є информация про те, что російськие військові змінили тактику і намагаються прибирати з вулиць та з підвалів на захопленні території убитих людей. Убиті українці і українці в Бучі, в Ірпіне, в інших містах, в які заходили російські війська, це останній аргумент. Последній аргумент для кожного гражданина России, щоб определитися, в конце конців, за війну ви или за мир. Якщо за війну, то ви навсегда, до конца жизни будете ізгоями і, в конце конців, потеряєте все. Дякую за перегляд!